Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодня наша передача будет посвящена миру иконы. Мир иконы восхитителен. Когда входишь в храм, где много икон, попадаешь в мир успокаивающей тишины, которую может давать только божественная любовь. А человек – это образ Божий. Бог создал человека, и Сын Божий воплотился в человека. И теперь два образа в человеческом сознании нераздельно связаны. Когда мы говорим о Боге, Он носит антропомофорные черты. Хотя никто не знает, как описать Бога. Но когда говорим о человеке, подразумеваем в нем божественную высоту духа. Человек тоже призван любить так, как Бог умеет. И призван творить так, как Бог ему вложил духом. Иконопись – это сотворчество, вдохновение горнего и земного. Иконопись проявляет истинную душу народа. Внимательный взор читает в иконе не только ее духовный сюжет, но и улавливает влияние политической, философской мысли эпохи, взаимодействия культур сопредельных стран. И даже встречает бытовые предметы, усиливая личность автора, его движение души. Музей – не сакральное пространство, но ощущение иного мира в зала, где экспонируются древние белорусские иконы, это ощущение присутствует. Большие глаза Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа, вытянутые лица и фигуры погружают в иное измерение, где нет реальных пропорций. В отличие от храма, музейная экспозиция позволяет систематизировать целое столетие в охвате всей территории Белоруссии, показать иконы разных христианских конфессий, подчеркивая одинаковые тенденции в иконописи, в сюжетах и различия восприятия. Мы можем судить о духовном развитии белорусов и даже узнавать его историю. Ведь в слудской иконе влияние русской культуры больше, нежели в иконах из Жировичского монастыря, являвшегося некогда и некогда, и в которых видится уверенная рука живописца, хорошо знакомого с итальянским, голландским и немецким возрождением. Меня впечатляет то, как бережно белорусы относились к иконописной традиции. Пытаясь сохранить православный канон, но через него отразить все то, чем они восхищались, и в том числе европейской художественной культуре. И вот вроде бы композиция Адигитрии канонична, силуэт фигуры каноничен, а лик живой, почти портретный, но отнюдь не земной, и руки, держащие младенца Христа, теплые. Особое умиление вызывает праздничный ряд Широшевского иконостаса. Это смесь русских летописных иллюстраций и иллюстраций первых печатных европейских изданий. Это черты наивности и простоты, то ли нарочитой, то ли природной. Мне, как автору концепции храма-памятника в честь всех святых, а ныне национального мемориального комплекса, мне весьма интересна данная экспозиция. И интересна она тем, что она является первообразом для идей благоукрасительства главного храмового пространства, храма-памятника. Это апостольский ряд в иконостасе, когда в Диисусный чин помещены изображения всех двенадцати апостолов. Резные золоченые фоны икон, яркие окраски образов, живой реалистичный лик при условности и каноничности фигур святых. И если вы посетите выставку белорусской иконы в Национальном художественном музее в Минске, посвященную митрополиту Филарету, а потом зайдете в храм-памятник в честь всех святых, вы ощутите все тот же дух древней белорусской иконы. А это свидетельствует о том, что традиции нашего народа продолжаются. И они уникальны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова